Всем привет! Как вы могли заметить, последний месяц мы немного отклонились от изначального православного курса канала. И вместо обзоров очередного инди-творения, склеенного соплями в подвале хрущевки во времена, которые даже античные греки считали прошлым, вы могли лицезреть различные околоностальгические обзоры по различным творениям с просторов контактов. Признаюсь, был неправ, не выдавая работягам пиксельный эквивалент Ромы и Соли настолько долго, что в комментариях начали вспыхивать небольшие бунты и протесты. Поэтому этот и следующий обзор будут не просто возвращением к истокам канала, поскольку оба обзора будут на крайне малоизвестные, особенно на просторах СНГ-поделки. Но даже более того, Полиолит умудрился перебороть свой основной динстинкт и делать обзоры чисто на рогалики, а поэтому обе игры не будут иметь вообще никакого отношения к рогу и лайкам. И сегодня мне бы хотелось вам рассказать о, наверное, наиболее необычной и уникальной игре в жанре РПГ, которая, несмотря на период разработки тянущейся уже более шести лет, несмотря на отличное визуальное оформление и совершенно уникальный способ повествования каким-то образом, так и осталась в практическом забвении. Встречайте! Тяжелые земли. А перед тем, как мы перейдем к обзору, позвольте, так сказать, по-дружески, по-братски, с теплотой пивного пуза, по-отцовски порекомендовать вам канал Майка Быдлова. Сие господин занимается обзором самых разных игр, попутно умудряясь развлекать честной лют, шутеечками заморскими про говно, свежие сиськи, наливные доматы, заковыристые. Причем на канале вы можете найти как и обзоры на различные игровые новинки, так и видео по классике времен моего и, вероятно, вашего пиздючества, на вроде Танков Онлайн или Баттлфронт. Переходите по ссылочке в описании, оценивайте контент и не забывайте подписываться. Hardland или же Тяжелые земли. Это экшн-рпг, выпущенная студией Mountain Ship в 2014 году. И далее, на протяжении уже почти 7 лет, эта игра оставалась и остается единственной игрой студии, которой они занимались все это время. На самом деле, путь разработки Hardland это отдельная охуительная история, на рассказ которой, вероятно, можно было бы потратить отдельное видео. Начинала игра скорее как эдакая песочница, в которой вас выкидывала в рандомно сгенерированный мир, в котором вам предлагалось в типичном для песочниц стиле, кто как хочет, так и дрочит развлекать себя самостоятельно. Самое же интересное, что именно геймплейно и концептуально игра за все эти годы практически не менялась, поскольку элементы окружения, модели и даже отдельные механики, как например боевка, во многом похожая на упрощенный вариант темных душ или готики, была еще в первых версиях. Вместо изменения геймплея или переработки моделей, разработчики по сути все это время потратили на попытку выдрочить ту самую уникальную атмосферу и способы повествования, за счет которых Hardland и попала сперва в мою библиотеку Стима еще пару лет назад, а сейчас и в обзор. На самом деле, обычно говоря о подобных экшен-рпг, мы все же в первую очередь смотрим на геймплеи, насколько интересны квесты, искусственный интеллект, разнообразие прокачки и прочее. Но так уж получилось, что все эти элементы максимально далеки от той сути, которая лежит в уникальности игры. И вы сейчас можете подумать, что раз геймплей здесь не главное, то наверное вся суть в интересном сюжете или каких-то неебических драматургических кульбитах. Что уже ближе, но все же мимо. Да, сюжет в игре есть. Советская сюжета в игре такая, что есть некий древний артефакт, представленный то ли идолом, то ли трупом, я честно не ебу. Вот этого усатого чуда. Главный герой, Евген Бэткомидин, вместе с торговцем перевозят на корабле одну из частей тела, а конкретно голову. Но, как это обычно и бывает в книжках со сказками с вокзала, корабль тонет и все, кроме главного героя, помирают, а его самого выкидывают к берегам материка Hardland. Где уже выясняется, что хитрый баварский торговец хотел наебать всех и тайком перевести голову вообще в другое место и продать за 40 гривен каким-то левым личностям. Однако, корабль потонул, спас бросок на удачу удался и потому живого главного героя вместе с вот так чудеса уцелевшей головой прибивает к берегам Хардланда. Где вот так удача как раз творится непонятное говно с пробуждением зла и чудовищ из легенд. А голова, равно как и другие части тела деда, оказываются достаточно мощными магическими артефактами, если собрать которые, возможно, получится спасти королевство. А самое интересное, что никто вам не скажет обо всем этом прямым текстом. В игре нет как такового вступления четкой предитории или каких-то катсцен. И вот тут мы подходим к тому, в чем же заключается главная фишка Хардланда, а именно в атмосфере и совершенно уникальном способе построения геймплея и повествования. Обычно мы привыкли, что в играх есть по меньшей мере общий центральный квест или какие-то вступительные катсцены, объясняющие завязку и дающие игроку мотивацию. Однако в Хардланде всего этого нет. Абсолютно все, что вы узнаете о сюжете, мире и даже механиках вы узнаете непосредственно через взаимодействие с миром и населяющими его жителями. Например, вам никто не скажет, что костры используются как точки сохранения, но вы сможете узнать об этом, поговорив со спящим охотником в одной из деревень. Никто не расскажет вам, как повышать уровень или как работает механика прокачки. Однако, попробовав поспать возле костра и тем самым сохранившись, вы попадете в сон, где будет лежать сердце, которое скажет вам, что сила идет не от побед в боях и не от найденных сокровищ, она идет из сердца. После чего, съев сердце, вы получите свой первый уровень. Уснув же второй раз, вы увидите текст, прочитав который узнаете, что костры это не только способ сохранения, но и способ попасть в сон, в котором происходит повышение уровня. Однако, чтобы попасть в него, нужно соблюсти некий рецепт, заключающийся, например, в поедании того или иного набора продуктов. И даже об этих самых рецептах для сна вы не узнаете от какой-то подсказки в игре, потому что в игре нет даже журнала с квестами. Рецепты для повышения уровня, задания, имена персонажа и названия места вы будете узнавать только через исследование и взаимодействие с миром. Подобно тому, как вы узнали про сохранение от спящего охотника, кто-то из персонажей расскажет вам часть информации про артефакт в виде головы, который вы несете. Кто-то поделится очередным рецептом сна, кто-то расскажет про сокровища, которые он видел где-то в лесу и так далее. Что-то подобное существовало в старых РПГ, на вроде Готики или Мору Виндор, когда у вас не было стрелочки на полэкрана или меток на карте, куда идти и с кем говорить, и вам приходилось самостоятельно исследовать мир, натыкаться на персонажей и узнавать у них какие-то подробности истории. Но даже там присутствовали журналы с заданиями и различные подсказки, облегчающие игру. Хартленд же пошел намного дальше, создав максимально иммерсивный способ повествования. В игре отсутствуют как таковые границы или ограничения даже на перемещение, нет обязательных диалогов, нет как таковых триггеров и так далее. Вместо этого игра дает вам совершенно уникальный по своей атмосфере мир и, как бы говорит, этот мир полностью открыт для твоего исследования, ты можешь идти куда хочешь и делать что хочешь, ты можешь даже не слушать меня. Однако, если ты проявишь пренебрежение ко мне и не попытаешься узнать обо мне больше, ты сам своим незнанием и глупостью не позволишь пройти себе дальше. И именно эта иммерсивность является тем самым уникальным элементом, ради которого и стоит опробовать игру. Ведь лично я ни в одной другой игре не встречал настолько прямого взаимодействия между игроком и миром игры, безусловности и посредников в виде триггеров, срежиссированных элементов или рельсов истории. Ну а у меня на этом все. Надеюсь, теперь, когда микро-ящеры среди подписчиков получат столь долгожданный контент, они хоть немного подобреют. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Также, пожалуйста, не забывайте писать комментарии, потому что именно комментарии лучше всего демонстрируют вашу заинтересованность и мотивируют выпускать контент. Также не забывайте, что вы всегда можете предложить игру для следующих обзоров. Ссылки на группу ВК и сервер Дискорд, как всегда, в описании. Переходите и вступайте туда, ведь именно там я выкладываю большую часть новостей и анонсов. Также в описании есть пара важных ссылок, если хотите поддержать выход видео не только лайком и комментом, но и денежками на пиццу и пиво. Спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной, ведь впереди вас ждет еще много всего интересного. До новых встреч и всем пока!